Особые истории с Дмитрием Травиным Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, это программа Особые истории с Дмитрием Травиным. Здравствуйте, Дмитрий Ильич. Добрый день. Ну и сегодня, особо, я так понимаю, все-таки тема у нас, несмотря на то, что раньше говорили про историческую социологию, а сегодня как-то про пионерию. Почему так? Это тоже историческая тема, хотя ее еще рано осмысливать как историко-социологическую, но тем не менее, я подумал после нашей прошлой программы, когда мы говорили о том, как воспринимался День Победы в советское время, точнее, не просто в советское время, а в то время, которое я хорошо помню. Это время, когда я учился в школе. Ну вот я решил, что эту тему мы должны немножечко развить. Благо у нас через несколько дней будет День Пионерии, День создания пионерской организации. Правда, не юбилей, юбилей в прошлом году был. Но, тем не менее, я думаю, стоит об этом поговорить. Здесь есть много мифов. А время так быстро идет, что уже не так много остается людей, которые хорошо помнят, как все это было устроено. Люди, которые моложе 50 лет, уже всякое-то не застали. А у меня прошло уже более 50 лет с того дня, когда я вступил в пионерскую организацию. И вот о этих мифах хотелось бы поговорить. Да, дело в том, что сегодня у нас много говорится, что будто бы советская идеология была столь сильной, столь крепкой и столь всепроникающей, что до сих пор люди моего поколения, ну, условно, я к этому поколению отношу людей 50-х, 60-х годов рождения. Вот миф состоит в том, что люди моего поколения под воздействием советской идеологии до сих пор себя соответствующим образом ведут. Это была идеология агрессивная, жесткая, пропитанная большевистскими ценностями и так далее, и так далее. Это чистый миф. На самом деле никакой связи между той идеологией и нынешним поведением российских граждан поколения семидесятников не существует. Точнее, связь, я бы сказал, есть, я чуть дальше об этом скажу, но связь гораздо более сложная и показывающая совсем не то, что обычно про это думают. Пионерская организация, которая создавалась в начале 20-х годов, была нацелена на то, чтобы готовить молодое поколение убежденных большевиков. Тогда предполагалось, что детишек начнут сразу же воспитывать в большевистском духе верными ленинцами, и затем они плавно будут переходить из пионера в комсомол. Комсомол – это уже не просто ученики верные ленинцы, а это молодые люди, которые уже что-то делают, уже могут и сражаться, и отправляться на стройки первых пятилеток и так далее. Ну, а дальше из комсомола уже в партию наиболее активные строители коммунизма, получается. Ну, в 20-е и 30-е годы, возможно, что-то в этом роде и было. Я даже не хотел бы сейчас подробно об этом рассуждать, именно потому, что я хочу сегодняшний наш разговор построить не на каких-то научных книгах, а на собственных воспоминаниях. То есть без всяких посредников поговорить о том, что было. Так вот, в 70-е годы, конечно, ничего подобного нет. Я вступил в «Пионеры» буквально на рубеже 60-х, 70-х годов. И надо сказать, что более бесполезной, бессмысленной и аполитичной организации в общем-то трудно было найти в Советском Союзе. Дело в том, что коммунистическая партия, хотя она тоже, конечно, партией не была, она насчитывала 18 миллионов человек, и была, по сути, организацией массовой. Но все-таки коммунистическая партия могла выполнять какие-то реальные функции. Ну, грубо говоря, если в нее вступает рабочий, то это ни на что не влияет. Но если членом КПСС является какой-то руководящий работник, то наличие у него партийного билета является способом его дисциплинирования, наказания. Руководящему работнику можно сказать, если ты не наладишь работу, мы у тебя отберем партийный билет, исключим из партии. А исключение из партии означало, что он уже больше никогда на руководящей работе не окажется. Это фактически был волчий билет для руководящей работы, для некоторых творческих работ и так далее. То есть, понятно, из директоров какие-нибудь сантехники всегда можно уйти, но не более того. Комсомол уже этой функции фактически не выполнял, но пытался. Исключение из комсомола в общем могло нанести, конечно, человеку некоторую вредь в карьерном плане. Но в пионерскую организацию принимали практически всех. И то, что человек пребывал в пионерской организации, не как на будущую его карьеру и мебель. Ну, вуаля. И да, вот я сейчас приведу пример. Правда, этот пример, опять же, не по моей школе, а по книгам, но это, наверное, будет единственный такой пример в нашем сегодняшнем разговоре. Был один известный человек нашего поколения, которого сразу не приняли в пионер. Это Владимир Владимирович Путин. Это не я что-то придумал. Он в интервью журналистам, это издано в книге от первого лица, сам рассказывал, что он был хулиганом, поэтому была некоторая задержка в том, чтобы его принять в пионер. Ну, как видим, это абсолютно не сказалось негативно, ну, правда, позитивно тоже не сказалось, не сказалось негативно на карьере Путина. Он, несмотря на то, что был хулиганом, смог поступить на юридический факультет от Ленинградского университета, потом пойти в КГБ, дослужиться до подполковника, ну, а в новое время стал президентом Российской Федерации, как нам всем известно. Пионерская организация чисто формально пыталась проводить какую-то идеологическую работу. Но вот я, готовясь к нашей сегодняшней программе, усердно пытался вспомнить, а в чем состояла эта работа в моем классе, в моей школе. Практически ничего не вспоминается. Ну, конечно, кто-то сейчас скажет, что будущий историк должен был бы все записывать, но, в общем, когда мне было 10 или 12 лет, трудно этого было ожидать. Тем более оказалось, что пионерская организация будет вечной. Вот я сейчас мучительно вспоминал, в чем состояла эта работа, и практически ничего не вспомнил. Ну, естественно, мы носили красные пионерские галстуки, мы проходили через некоторые пионерские линейки, где надо было строиться, и перед нами произносили какие-то формальные речи. Из реальной работы я вспомнил только одно. то, что как-то раз нам поручили делать доклады на школьных уроках о пионерных героях, и я сделал такой доклад. С тех пор я помню пионеры-героя, которого, наверное, сейчас не помнит никто. У нас все, ну, вот в Петербурге все знают, скажем, Леню Голикова, там, Зина Портнова, потому что у нас улицы есть, названные в честь них. А вот я делал доклад про Марата Казея. Это белорусский такой партизан, пионер-герой. Вот про него уже сейчас, по-моему, никто не помнит, а я вот помню, потому что делал доклад. Все, больше практически никакой пионерской работы нет. Пионерская организация была уникальной такой штуковиной, которая соблюдала все формальные требования идеологической работы. Еще раз подчеркиваю, обязательное ношение пионерского галстука. Нельзя было прийти в школу на урок без пионерского галстука. За это старались наказать. Там порвал, там испачкал, это не объяснение. Надо иметь. Значок пионерский надо носить обязательно. Но, да, ну и если какая-то линейка построения, надо, естественно, пойти. Я вот в прошлый раз вспоминал, но, правда, это касалось уже более позднего времени, уроков начальной военной подготовки, как мы ходили с троем с военной песней о том, что, если надо, повторим, в смысле похода на Берлин. Пионерские песни тоже соответствующие были, и, конечно, мы время от времени с троем ходили. Но это была чистая формалистика. Никакого воздействия в плане убежденности в коммунистических идеях на сознание пионеров все это не оказало. То есть, чему реально нас учила пионерская организация, если подойти не формально? Учила двоемыслию. То есть, с одной стороны, мы понимали, что на официальных мероприятиях или на уроках в школе нужно говорить одно, произносить некие ритуальные фразы и носить ритуальные знаки, галстук и значок. А в реальной действительности все может быть совершенно по-другому. Причем в реальной действительности среди пионеров не было каких-то антисоветчиков. Насколько я помню, наш класс, нашу пионерскую организацию, это была полная аполитичность. Мальчишки, девчонки интересовались чем угодно, но только не строительством коммунизма, не жизнью наших любимых, в кавычках, вождей, Леонида Ильича Брежнева или кого-то еще. Абсолютно было на все наплевать. Интересовались, как все мальчишки и девчонки, играми, отдыхом. Ну, кто-то учился лучше, кто-то учился хуже. Те, кто были отличники, интересовались учебой, но точно не общественно-политическими ценностями. И вот теперь самое главное, к чему я все это подвожу. Вот это двоемыслие утвердилось в сознании поколения в полной мере. Мы с ним не учили, но реально, де-факто, оно утвердилось. И вот то, что мы сегодня видим в поведении людей, принадлежащих поколению семидесятник, это вот, грубо говоря, те, кому от 50 до 70, примерно, лет. Это вот то же самое двоемыслие. Одно произносится, когда ты должен, ты занимаешь какой-то пост и должен выражать официальную линию российского руководства. Мы видим, какие патриотические фразы произносятся. Ну и не только патриотические, иногда это бывают самые разные странные фразы, но видно, что за ними ничего не стоит. А что пишут в телеграммах, вы не поверите, скажу я зрителям. В телеграммах много пишут, да, и в разных других источниках. Вот то, что человек думает на самом деле, вообще никак не связано с тем, что он излагает. Признаю, что бывают исключения. Я подчеркиваю, что говорю по своему опыту. Конечно, какой-то процент убежденных пионеров, будущих строителей коммунизма, в моем поколении был. Это где-нибудь там, думаю, одна десятая или одна сотая процента от общего числа пионеров. Ну, кто-то из них, возможно, сегодня находится в российском руководстве или находится на идеологической работе. Но это исключение. В основном то, что люди говорят, в том числе говорят при массовых опросах, и из их ответов потом выстраиваются социологические данные, никакого отношения не имеет к тому, что человек думает. Причем подчеркиваю, вот чтобы меня поняли неправильно, это не значит, что человек думает наоборот. Вот если он говорит, я поддерживаю политику Путина, это не значит, что втайне он диссидент, иноагент и поддерживает Америю. Нет, ничего подобного. Это значит, что у него в голове вообще что-то совершенно третье. По большому счету его интересуют какие-то личные вопросы. Семья, работа, отдых, пьянка, отходняк после пьянки, ну что угодно. И вот в наши пионерские годы было то же самое, включая пьянку и отходняк. Тоже такое бывало, несмотря на юный возраст пионер. А уж что было в комсомольские годы, напомню я. Вот. Ну в комсомольские со всеми это было, но в пионерские не со мной, но бывали случаи, когда в общем и это случалось с пионерами, юными ленинцами. То есть в голове у людей нечто совершенно постороннее. Не за партию и правительство, не против партии и правительства, а просто произносим ритуальные фразы, а в жизни это совершенно что-то иное. Вот это, мне кажется, очень важно понимать для осознания того, кто такое сегодняшняя Россия. Чтобы не строить всякие мифы относительно, по крайней мере, поколения 70. Ну вот скажите мне, пожалуйста, неужели за длительный период существования пионерии про это не было понятно? Этого не было понятно тем, кто, собственно, управлял государством, партией в том числе? Конечно, это было понятно, это все прекрасно знают. Но вот это тоже очень важный момент, о котором стоит сказать. Это было понятно. Но, собственно, о какие меры можно было предпринять? Здесь есть несколько причин, по которым никакие меры не предпринимались. Во-первых, наши идеологи, те, кто нас должны были воспитывать, были точно такими же. Они до нас, несколько раньше, пришли в ту же самую школу пионерской организации двоемыслия. Ну, может быть, из пожилых учителей какие-то относительно убежденные люди встречались, хотя я таких в школе не встречал. У меня не было убежденного учителя-коммуниста. Но пионер-вожатые, люди, так или иначе руководившие пионерскими комсомольскими организациями, были ненамного старше нас. Они прошли то же самое, но не в 70-е, а в 60-е годы. Ну, может быть, где-то в конце 50-х годов. Поэтому у них не было тоже никакой убежденности, и им было на все наплевать. К тому же маме. Им было на все наплевать, кроме своей карьеры, зарплаты и личной жизни. Поэтому, если человек работал где-то в руководстве пионерской организации, то он хотел получать зарплату, хотел делать там карьеру. И это можно было делать, продолжая работать и ничего не меняя, но при этом постоянно отчитываясь о формально проведенной работе. О проведенных линейках, о каких-то стенгазетах выпущенных. Я в стенгазетах не участвовал, потому что хуже меня, наверное, никто в России не рисует. Вот если хотите, человека, который даже кошку сзади, как любил Путина рисовать, не сможет изобразить, то вот это я. Я намного хуже Путина рисую. Вот поэтому в стенгазетах я не участвовал, но доклад о пионере-герое я, естественно, мог сделать. Вот все это шло в общую отчетность. И руководители пионерских организаций отчитывались и делали карьеру, постепенно продвигаясь вверх по комсомольской или даже по партийной линии. Ну и третий момент. Даже если бы кто-то что-то хотел изменить, так а что можно сделать? Убежденность поколения, она вытекает, собственно, не столько из идеологической работы, сколько из объективных обстоятельств, в которых люди находятся. Вот здесь я опять все-таки вынужден чуть-чуть уйти к книге из своего опыта, потому что я полагаю, что поколение, которое сформировалось в ходе эволюции 1917 года, действительно было во многом поколением людей убежденных. Это прослеживается по отдельной научной литературе, написанной на основе дневников и мемуарных исследований. Это прослеживается по художественной литературе. Иногда это очень важный документ, но, допустим, я очень ценю книги Гайдара, только, естественно, не Егора Тимуровича, а Аркадия Петровича, знаменитого детского писателя, который лично прошел через эволюцию, ну, через эволюцию не совсем, через гражданскую войну. Вот, если внимательно почитать то, что писал Аркадий Петрович Гайдар, то видно, что это далеко не только идеология, это лично пережито, выношено, вот так прожито, пережито, ну, вот как лучше сказать, видна реальная убежденность человека в коммунистических идеях, причем Гайдар даже четко показывает, откуда происходила эта убежденность, вовсе не из чтения классиков марксизма-ленинизма, не то, что Маркса, Энгельса, даже Ленина толком не читали, ну, может, в каком-то потом уже заевом возрасте, убежденность выходила из реальных условий, из того, в какой среде человек сформировался, как он жил при проклятом царизме, проклятом в кавычках, в какую среду он попал, кто на него воздействовал. Вот это все очень важно. Вот мы, семидесятники, выросли в такой среде, с которой уже ничего нельзя было поделать. Никаких преимуществ коммунистического строительства мы не видели, а недостатки того социализма, в котором мы росли, видели довольно отчетливо. Ну, вот что здесь можно было с этим сделать? Ничего. Поэтому машина работала, пропагандистская машина работала сама по себе, по сути дела, не затрагивая умы и тем более души юных пиаминов. Но получается тогда, что можно же было как-то и обойтись без нее или нет? Просто вопрос, который я себе вот здесь записал, а что нельзя было обойтись без пионерии? Это, знаете, как чемодан без ручки. Нести неудобно, а выбросить жалко. Вот так же из пионерской организации. Даже, может быть, более жестко надо сказать. Не просто выбросить жалко, но вот такая огромная машина, и в ней работают десятки, сотни тысяч людей, которые получают зарплату и делают карьеру. Ну вот, как ее выбросишь, когда это такая хорошая кормушка для многих. Но важнее даже другое. А то взял бы на себя смелость принять решение ликвидировать пионерскую организацию. Это даже Брежнев не мог себе позволить. Это выглядело бы очень странно, и проще было не замечать ее проблем и продолжать ее финансировать. Тем более, что финансирование пионерской организации, в общем, это было примерно то же самое, что финансирование школьного обучения и летнего детского отдыха. Вот я об этом не сказал. У нас в стране было много пионерских лагерей. Это была форма летнего детского отдыха. Об этом я не могу сказать подробно, потому что я сам в пионерских лагерях не был. В общем, мне удалось без этого обойтись, о чем я совершенно не жалею. Но я довольно хорошо представляю, как это все выглядело, поскольку на даче, где я проводил каждое лето, рядом с нами находилось пять пионерских лагерей, и весь образ жизни пионеров проходил у меня на глазах. Мы с друзьями, мальчишками бегали вдоль забора пионерских лагерей и видели, чем занимаются пионеры у себя на территории. ходили на пляж загорать и купаться, и рядом с нами располагались пионеры, которые тоже с троем ходили загорать и купаться, и мы видели, как у них все происходит. Так что, в общем, я все это хорошо себе представляю. Вот, даже если бы пионерскую организацию ликвидировали, все равно сохранялось бы финансирование обучения в школе, сохранялось бы финансирование этих пионерских лагерей, где отдыхали многие дети, у которых не было возможности летом отдохнуть на какой-то даче с бабушками, дедушками, и для них пионерский лагерь был единственным способом выехать на месяц хотя бы, а лучше на все лето из городских условий. Так что, в общем, пионерская организация это было такое идеологизированное название для обычного быта, который существовал и без красных розов. Ну, вот здесь вопрос, который я не могу не задать, потому что сам разбираюсь в этом, а вы, мы же знаем, что есть не только пионерские организации, кстати, я тут посмотрел, что, оказывается, пионерские организации до сих пор существуют в ряде государств, например, во Вьетнаме и в Лаосе, вот, но не только, но тем не менее, есть и скаутские движения, вот в чем отличие для вас? Насколько я понимаю, скаутское движение зарождалось как, не как обязаловка для всех детей определенного возраста, а как нечто, что может заинтересовать молодых мальчишек и девчонок каким-то особым образом жизни. Знаете, вот, я, опять же, сошлюсь на свой опыт. Как ни странно, я думаю, что вот пример, который я сейчас приведу, довольно показательный. Я, как уже сказал, совершенно никогда не стремился в пионерлагерь и рад, что там не был, потому что представляю, насколько там было бы скучно, но только я окончил университет, не школу, а университет. Я каждое лето проводил в горных походах. Мне безумно нравилось вот такой образ жизни. Преодолевать трудности, физически закаляться, смотреть красивую природу. Я два раза пересекал Кавказский хребет из Российской Федерации в Грузию. Один раз из Кабардино-Балка и другой раз из Северной Осетии. Переодоление трудностей, ночевки в палатках, песни под гитару костра. Мне это нравилось. Я прекрасно понимаю, что это нравилось далеко не всем людям моего поколения. Несколько раз я пытался вытаскивать своих друзей в такого рода походы, и мне удавалось, но в общем никто, кроме меня, за это дело не зацепился и не ходил, как я на протяжении 5-6 лет. Я, по-моему, 5 или 6 таких походов прошел. То есть если бы у нас существовали настоящие скаутские организации, где мальчишек не загоняют в какой-то пионерский лагерь сидеть за забором, а где из мальчишек по-настоящему сдружившихся, которым интересно друг с другом, собирают небольшую команду и затем, скажем, водят куда-то в горы или сплавлятся на байдарках по рекам, или даже хотя бы у нас под Ленинградом провести несколько дней в лесу в романтических условиях. Это бы мне понравилось. Вот как я понимаю, суть скаутского движения вот в этом. Потом скаутское движение может накладываться какая-то идейная убежденность. Но это уже отдельный вопрос. Это может быть, может не быть. Но на пионерскую организацию накладывалось только забюрократизированность без всякой убежденности и без всякой романтики. Вот поэтому, собственно говоря, скаутом я, может быть, и был бы с удовольствием, а советским пионером мне не нравится быть. Хорошо. Ну и еще один вопрос, который у меня возник точно, это мы же не случайно говорим про пионеры в том числе, потому что в России тоже, как там сказал Владимир Путин, зачем выдумывать какие-то новые слова, если есть хорошее слово пионер. Но почему в России тоже делают пионерию или возрождают и так далее. У вас есть объяснение, зачем? Ну, сегодня явно пытаются сконструировать какую-то новую идеологию. У нас ведь, как ни странно, не существует какой-то определенной идеологии, про которую нынешняя политическая система могла бы сказать, что вот это наша идеология, мы на нее опираемся. Нету даже вот такой забюрократизированной идеологии, как та, которая была в Советской войне. Потому что в 70-е годы идеология нам досталась в наследство от предыдущих поколений. Большевистская революция делалась уже на идеологической базе. Большевики, которые ее делали, были идеологически закалены до революции. И ну вот они-то уж точно были убежденными, иначе бы они не стали эту революцию делить. Понятно, что кто-то из них был убежден до смерти, а кто-то потом, как иногда говорят, переродился, но до революции убежденность у них бесспорно была. И вот мы все это получили по наследству через несколько поколений. То есть по сути поколение революционеров это поколение моих дедушек бабушек. При том, что одного дедушка у меня условно можно назвать человеком революционно настроенным, но не более того. Вот это прошло через поколение наших отцов и матерей, которые уже не было по-настоящему идеологизированы и досталось нам в качестве наследства. Вот сегодня в России унаследованной идеологии не существует. Советская идеология рухнула в 90-е годы. Да собственно, как вот мы сейчас и говорили полчаса, там идеологии как таковой уже не было. Было что-то формальное, отчего люди поколения семидесятников очень легко отказались уже в первой половине 90-х. Даже коммунистическая партия Зюганова в общем уже давно не является коммунистической партией, она для другого существует. А вот таких вот убежденных коммунистов, чтобы поддерживали настоящую коммунистическую идею, идею интернационалистическую, подчеркиваю, коммунистическая идея, это идея интернационала, это не идея национализма. Вот таких людей нету, насколько я понимаю, даже в Зюгановской партии, либо там их очень мало. И вот поскольку политическая система сильно меняется, то сегодня лидеры этой системы естественно ставят вопрос о том, что нужна какая-то новая скрепа, нужна какая-то скрепляющая идеология. И это пытаются так или иначе разработать. Но, в мой взгляд, пока не очень успешно. Мы видим, что есть на условном рынке идеологии есть предложения со стороны евразийцев. Ну, вот знаменитый Александр Дугин на этом рынке, так сказать, работал. Есть предложения со стороны квазикоммунистов, которые пытаются возродить коммунистическую идеологию, делая вид, что она будто бы работала. Есть предложения гораздо более простенькие, состоящие в том, что вокруг нас враги, выдержать в окружении врагов, это, собственно, и есть наша идеология. Ну, есть и другие предложения идеологии, сейчас нет смысла все это перечислять. Вот, как я понимаю, попытка возродить пионерскую организацию, или, по крайней мере, размышления о том, чтобы всех детей снова делать пионерами, это есть элемент в построении идеологии. Так же, как трансформация учебников, переписывание их в новом патриотическом духе, это вот механизм построения идеологии. Думаю, что из этого ничего не получится, но это уже, наверное, особая тема сегодня, нет смысла ее разбирать. сейчас мы сделаем небольшую паузу, потом вернемся, а пока я попрошу наших зрителей нажмите лайки, пишите комментарии, пишите свои вопросы, потому что мы за ними следим. Спасибо большое. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ну что же, а мы возвращаемся и напоминаю, что мы с Дмитрием Правеным говорим про пионерию. Один из тех вопросов, который у меня был, ну вы частично на него, конечно, ответили, но тем не менее это то, что умами молодежи пытались или детей, наверное, детскими умами управлять не только в Советском Союзе, например, Гитлер-Юген, других каких-то организаций, но почему-то вот в фашистской Германии, нацистской Германии это все более-менее работало, а в Советском Союзе сошло на нет. Все-таки какие ошибки? Можно еще раз как-то более распространенно? Я, честно говоря, не думаю, что это хорошо работало в нацистской Германии. Ну, опять, я здесь, конечно, сильно выхожу за сферу своей компетенции. Я не специалист по нацистской Германии точно, но я не переоценивал бы значение такого рода организации в Германии. Думаю, что проблемы там были в каком-то смысле может быть даже более серьезные, чем в Советском Союзе. В любом случае это 30-е и 40-е годы я не берусь влезать вот в эту эпоху. Я могу по своему опыту говорить только о 70-х годах. И первая проблема состояла в том, что в целом поколение не было настроено на поколение 70-ников не было настроено на идеологизацию. Коммунистическая идея должна строиться либо на том, что мы ненавидим класс капиталистов и хотим с ними бороться, поскольку капиталисты эксплуатируют трудящихся. Мы живых капиталистов не видели. Мы были уже третьим поколением после того поколения, которому может быть довелось быть эксплуатированным. Для нас вопрос о капиталистической эксплуатации был абсолютно абстрактным. нас это не затраги. Мы могли не любить тех, с кем сталкивались, ну, допустим, злую продавщицу, которая обхамила меня, когда я стоял в очереди за продуктами, а вовсе не какого-то капиталиста. Наоборот, у меня могло формироваться представление, что если бы эта продавщица работала на капиталиста, она бы не хамила. Ну, собственно говоря, эти представления полностью подтвердились в годы пореформенной. Хамство из российских магазинов исчезло в 90-е годы. В большинстве случаев его нет и сейчас, хотя сейчас оно иногда появляется, потому что, как я понимаю, торговля в России сегодня так забюрократизирована, что в некоторых случаях продавец, который не хочет ничего продавать, а хочет хамить покупателю, он не потеряет свое рабочее место из-за этого. Но в целом эта система все-таки трансформировалась. Значит, в советское время мы скорее идеализировали капитализм, потому что мы смотрели американские, французские и какие-то другие зарубежные фильмы, и по кино 70-х годов мир Запада выглядел гораздо привлекательнее, чем советский мир. Подчеркиваю, это была идеализация. Многих проблем западных стран наше поколение не понимало, а те, которые могло бы понять из учебников, иногда эти проблемы отвергались, потому что нам казалось, что это тоже идеология, это тоже пропаганда, а не реальное обучение. Ну, я, поскольку профессионально в университете уже занимался экономикой капитализма, то я здесь практически уже не путался, я знал, какие минусы у капитализма, какие плюсы, но у многих моих ровесников, не имевших такого образования и такой сферы интереса, естественно, идеализация капитализма была. Так вот, если мы не видим проблем в эксплуатации и наоборот считаем, что капитализм имеет определенные преимущества, то, собственно, как из нас могут вырасти юные ленинцы, искренне боющиеся за коммунизм. во-вторых, как я уже сказал, не было убежденных учителей. Скажем, по художественным произведениям того же Аркадия Гайдара очень четко видно, как мальчишка становится большевиком, если он попадает в хорошие руки, если его наставником становится убежденный человек. А у нас ничего подобного не было. Никто из учителей этим не отличался. Мы смогли учить лучше или хуже математики, русскому языку или литературе, но это не имело никакого отношения к идеологизации. Вот даже знаменитый фильм «Доживем до понедельника», который ну дети, которые там показаны, они на 10 лет меня старше, но в общем можно считать, что это дети моего поколения. В принципе там очень многое в этом фильме похоже на ту среду, в которой но главный герой, которого там играет Тихонов, он убежденный коммунист, он такой хороший коммунист, антисталинист, антибюрократ, он человек, который хочет привнести в головы своих учеников великие идеи. Он с убеждением, не с убеждением, как бы лучше сказать, с убежденностью, с пафосом рассказывает им о подвиге лейтенанта Шмидта. Вот у меня таких учителей не было. Учитель истории мог хорошо рассказать о лейтенанте Шмидте, но никакой убежденности за этим уже не стоят. Он хороший учитель точно так же рассказывал о Минине и Пожарском, как про лейтенанта Шмидта или Ленина. Плохой учитель одинаково плохо рассказывал про всех исторических персонажей. Вот это важный момент, по которому никакой убежденности у нас быть не могли. Так что и собственная непредрасположенность к коммунистической убежденности, и отсутствие соответствующих учителей, которые находились, которые были просто элементом большой бюрократической организации. Вот в совокупности это и определяло то, как мы формировались и почему из нас юных ленинцев не вышло. не вышло, да, придется констатировать. Но несколько моментов чисто технических, но меня не заинтересовали. Первое это то, что вы говорили, что кого-то там могли наказать за отсутствие красного галстука, может быть, и еще за что-то. А как наказывали? Ну, были оценки по поведению. Это, в общем, довольно формальное было наказание. Мы получали, как все школьники, оценки по математике, русскому языку, истории биологии и так далее, и так далее, и были оценки по поведению. Если человек там пришел несколько раз без галстука, если он на перемене подрался и партнер в драке ему галстук изорвал, то это могло сказаться на оценке по поведению. По большому счету, конечно, это ни на что не влияло. Ну, понятно, что при переходе из восьмого в девятый класс, конечно, уровень оценок в целом мог повлиять на то, возьмут тебя в хорошую школу или в плохую школу, или вообще ты пойдешь в профессионально-техническое училище. Но в остальных случаях практически это ни на что не влияет. И еще, конечно, одна из тем, которая часто встречается, ну, во всяком случае, у меня голову в голове возникает, когда говорят про пионеров, почему-то я вспоминаю про религию пионерию, то есть, что отслеживали, чтобы никто из пионеров не ходил в храмы, чтобы бабушки их не водили туда, ну, и так далее. Вот что-то такое было или нет? Отслеживать было довольно тяжело, собственно, а как можно было отслеживать? Отслеживать можно в деревне, где школа стоит рядом с храмом, и там все налицо. Если перебежал из одного места в другое, то сразу замен. Естественно, если бабушка сводила юного пионера в храм, и он потом не проболтался нигде, и если в храме случайно не оказалось другого юного или не юного пионера, который донесет, а это было маловероятно, потому что, ну, если пионеры и пионер-вожатые в храме не должны были ходить, то как, собственно, можно это заметить? Поэтому получалось, что если человек сам не проболтался, то как узнать, что бабушка его туда сводила? Но отношение к религии было в целом настолько же безразличное, как и отношение к вази-религии коммунистической. Сегодня в России много людей, которые позиционируют себя как людей верующих, но это явление уже по-информе. Люди, которые были абсолютно безразличны как коммунистическим идеям, так и идеям христианским, они стали, двинулись в сторону христианства уже в 90-е нулевые годы или совсем недавно. Поэтому в общем особой проблемы с хождением в церковь не было. Проблемы были именно, если это можно назвать проблемами, проблемы были именно с элементарным поведением. Пионер, подравшийся на перемене и измазавший свой галстук какой-то дряни или порвавший свой пионерский галстук должен был быть как-то наказан. Хотя по большому счету в этом тоже нет проблемы, ну как порвался старый галстук, можно купить новый. Это скорее была бюрократическая реакция на плохое поведение. По большому счету никаких проблем такого рода конечно не возникало. Ну еще наверное заключительный вопрос, но он у меня как-то тоже в голове был все это время и сейчас как-то я решил все-таки задать. А про доносы не являлась ли пионерия школой доносительства? Потому что вот вы например сейчас сказали про то, что вдруг если кто-то конечно увидел, это могли бы и рассказать и собственно да, не было ли этой школы доносительства в том числе? Нет, нет, совершенно не было. Если кто-то на кого-то как-то доносил, то я смело могу сказать, что это просто личная подлинная склонность данного человека была. Либо какое-то извращенное семейное воспитание может быть. Не было никакого интереса ни на кого доносить, поскольку было полное безразличие такого рода вопроса. Если один мальчишка хотел нагадить другому мальчишке, то точно это выражалось не в доносах, это могло выразиться в драке, это могло выразиться в том, что родителям человек пожалуется на то, что что-то там не так в его отношениях с другими школьниками, но точно не в идеологических доносах. Известны случаи, когда были доносы, но они шли скорее через учителей, ну, сейчас не буду рассказывать о том, кто мне эту историю рассказал, один мой ровесник, учившийся в другой школе, но у него был случай, что действительно на него донесли за некую такую ученическую квазинаучную работу, которую этот человек писал в старших классах школы, но этот донос шел естественно не через друзей, не через ровесников, а через очень пожилых и очень бдительных учителей, которые привыкли общаться с комитетом государственной безопасности еще по сталинским временам. Именно вот такие старенькие учителя, которые помнили еще 30-е и 50-е годы. Более того, отсутствие доносов для меня вообще стало удивительной вещью, вот сейчас на фоне того, как много доносов пишут сегодня. Ведь когда я уже работал преподавателем политической экономии, где-то с 83-го года я был преподавателем и до 85-го, 87-го годов до расцвета перестройки теоретически опасность доносов была. Вот когда я рассказывал школьникам что-то более либеральное, чем было в школьной программе, в школьных учебниках, в принципе опасность доносов существовала. Я мог, например, рассказывать об эффективности рыночной экономики и теоретически меня могли бы обвинить в апологетике капитализма в том, что я рассказываю о рыночной экономике с большим энтузиазмом, чем от советской административы. Никогда ничего не было, ни одного доноса на меня никто не написал, наоборот, студенты с большим интересом это слушали, им очень нравилось, когда преподаватель рассказывает что-то сверхучебникам, и особенно, если это даже принципиально отличается от того, что написано в скучных и формальных учебниках. То есть, вот эта волна доносов, это тоже явление, не выросшее из 70-х годов, доносы были в сталинское время, потом это дело практически исчезло, а вот сегодня эти доносы снова возникли на совершенно уже другую точку. Ну что же, пора, наверное, заканчивать, но один аспект, на который я обращу внимание, особенно тех зрителей, которые, может быть, только сейчас подключились и упустили этот разговор тезис Дмитрия Травина про то, что пионерия научила тех, кто был, я так понимаю, пионером в 70-е, научила двоемыслию. Собственно, то, что мы видим сегодня, это последствия, одно из последствий того, наверное. Совершенно верно, это один из важных тезисов, которые я сегодня пытался проводить. Ну что же, спасибо большое, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете, был нашим гостем, спасибо вам большое, Дмитрий Яковлевич. Спасибо, всего доброго. А нашим зрителям я напомню, что очень важно сейчас именно поставить лайки и написать комментарии, потому что это важно для продвижения этого видео. Всего доброго и удачи. и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.